Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. После тем, связанных с американской историей, политикой, регионалистикой, экономикой, сегодня мы начинаем изучение очень интересной и важной темы, связанной с американской культурой и образованием. Мне эта тема особенно близка как представителю образовательной сферы. И тема нашей сегодняшней лекции – это структура современного американского образования от дошкольного до послевузовского. Итак, мы сегодня с вами разберем особенности современной системы образования на дошкольном и школьном уровне, а также рассмотрим образовательную статистику и терминологию. Мы займемся изучением особенностей современной системы дошкольного, начального, среднего, высшего и послевузовского образования в Соединенных Штатах Америки, а также затронем вопросы роли американской науки в современном американском обществе. Мне очень нравится этот слайд, на нем изображен маленький ребенок и написано, что «We are all created equal, after that, baby, you are on your own». То есть мы все созданы равными, то есть все мы в детстве выглядели примерно вот так вот, а теперь, малыш, все зависит от тебя самого. То есть все твои будущие успехи, достижения – это должен быть результат твоих усилий. И поговорим о маленьких американцах, с чего начинается их учеба. Примерно в возрасте трех лет американцы начинают ходить в ясли. Ясли по-английски – это nursery school. Слово nurse переводится как забота, внимание. Вообще-то так называют в США медицинских сестер – nurse. Вот nursery school – это, в общем-то, начальное такое самое дошкольное учебное заведение, где дети приходят с ними, играют, их немножко развивают. Там есть разного рода центры. Так сказать, обычно это может быть большое помещение, разбитое на несколько секторов. И вот в одном секторе они прыгают, резвятся, так сказать, занимаются какими-то спортивными делами. В другом секторе они могут играть на детских музыкальных инструментах. В третьем – играть в детские компьютерные игры и так далее. То есть они меняют такие вот сферы деятельности, переходя из одной группы в другой. Обучение в яслях не обязательно. Но, естественно, очень многие американские родители сейчас заинтересованы в том, чтобы отдать детей в ясли, потому что сейчас, как правило, в американской семье работает и папа, и мама. Вот еще лет 50 назад этого не было. В основном мамы были домохозяйками, сидели дома, и поэтому как таковой нужды в яслях не было. То есть еще в 55 лет назад, когда первое исследование было произведено, выяснилось, что вот в возрасте 3-4 лет в ясли уходят примерно 10% американских детей. А в наше время их уходит уже больше половины. Порядка 54% детей посещают вот nursery school. За вот этим первым этапом дошкольным за яслями идет подготовительный класс или детский сад. Это называется словами kindergarten, дословно детский сад, или preschool, то есть дошкольный этап обучения. Это подготовительные классы, которые находятся непосредственно в зданиях школ, начальных школ, где учатся именно дети в первых классах. И сюда ходят дети в возрасте 5-6 лет. Дело в том, что американцы идут в школу в 6-летнем возрасте, и вот один год на колонию школы они ходят в kindergarten или preschool. Учебный день продолжается от 3 до 6 часов, и подготовительные классы уже обязаны практически посещать все американские дети. И, наконец, собственно, школьное образование. Вот в 6-летнем возрасте американец приходит в первый класс, first grade по-английски, и попадает в начальную школу, elementary school. При этом обычно учеба занимает 5 лет, то есть где-то в возрасте с 6 до 11, первые 5 классов американский ребенок учится в elementary school или в начальных классах. Интересно, что в Америке нет такого, чтобы первоклассники, там, допустим, десятиклассники, восьмиклассники все учились в одном здании. Нет, у них для elementary school отдельное школьное здание, там учатся только вот с 1 по 5 класс. Ученики средней школы, то есть с 6 по 8 класс, ходят в другую школу, middle school, это отдельное школьное здание. А ученики старших классов с 9 по 12, они занимаются в high schools, то есть в школах высшей ступени среднего образования. Это тоже отдельное здание, отдельное помещение. Поэтому для трех разных ступеней школьного образования в США три разных школы, три разных школы, вот в буквальном физическом смысле этого слова три разных здания. И что касается elementary school, то здесь обращаю ваше внимание на то, что средняя наполняемость этих классов 20 учеников, больше нельзя. Собственно говоря, если будет там 24-25 человек, скорее сделают два класса по 12-13 человек, чем пополнят какой-то один класс. То есть считается, что 20 это, собственно, максимум для начальной школы. Вот. И в американских школах нет параллелей типа 1-й Б, 1-й В, 1-й Г и так далее. Значит, вот у них классы различаются внутри одной параллели либо по номеру кабинета, то есть первый класс, который занимается в первом кабинете, первый класс, который занимается во втором кабинете и так далее. Или по фамилии учителя, то есть первый класс учителя такого-то, или первый класс учителницы такой-то и так далее, и так далее. По именам учителей или по номеру класса. Атмосфера в школах очень доброжелательная в начальной школе. Если дети сидят по двое за партами, то эти пары постоянно перетасовывают, чтобы к концу года все пересидели со всеми, что называется. Учителя понимают, что будущим детям предстоит взаимодействовать с разными людьми. Поэтому составы классов перетасовываются, этих параллелей каждый год. Поэтому все это находится в движении, все это такой какой-то очень живой организм, я бы сказал. Переходя из elementary school в среднее звено, так называемый middle school, ученик переходит в другую школу, здесь учатся дети с 11 до 14 лет. Это, как правило, шестые, седьмые, восьмые классы. То есть действительно самое такое среднее звено. И здесь уже начинаются отдельные предметы, разные учителя преподают разные предметы. И уже здесь начинается обязательно курс спортивной подготовки. Именно здесь дети уже начинают более профессионально играть в футбол, бейсбол, баскетбол и так далее. Уже на этой ступени в некоторых школах создаются отдельные классы для одаренных детей. И уже в middle school, уже в средних классах ученики начинают выбирать индивидуальные траектории обучения. То есть будут они предмет изучать как бы продвинутый, или будут они его изучать на каком-то начальном уровне, значит, уже каждый ученик потихонечку начинает, ну, вместе с родителями, видимо, встраивать такую систему. А вот. Что еще интересного, в американских школах нет общих родительских собраний. То есть когда собираются все родители класса, да, и родители слушают об успеваемости других детей, как бы там о каких-то приключениях и бодвигах других детей, в Америке этого быть не может. То есть каждый учитель, ответственный за класс, он созванивается с родителями, вызывает их, допустим, в субботу в школу и выделяет по полчаса, допустим, на каждую семью. Но зато идет эти полчаса предметный разговор именно о вашем ребенке, о том, чем он занимается. Кроме того, по пятницам каждый ученик приносит с собой домой не только там тетрадки и книжки, но и так называемый Friday folder, то есть такую пятничную папку. Там учитель вкладывает туда листочек, где написано, чем ученик занимался в течение этой недели, каких он достиг успехов, какие он получил оценки и на что родителям нужно обратить внимание. То есть там вообще идет приписка, пожалуйста, позанимайтесь дополнительной математикой, допустим, хотя бы там 20 минут в день, да, или, пожалуйста, там попробуйте больше писать письменных работ, там эссетом и так далее, и так далее. Ну и, наконец, high school, это старшие классы средней школы, это 9, 10 и 11, 12 классы, то есть в Америке 12-летнее образование, дети учатся с 6 лет до 18. Вот и старшие 4 класса, это high school, да, 9, 10, 11, 12. Для каждого из классов есть, у учеников каждого из этих классов есть свое наименование, свой термин. То есть 9-классники — это фрешмены, как бы новички, таких свежачок можно перевести слово фрешманс английского. 10-классники называются словом sophomore, это как бы более умудренные, более, так сказать, опытные. Вот 11-й класс — это junior, это как бы юные, да, из двух старших классов. И выпускной класс 12-й — это seniors, так сказать, это самые старшие, это выпускники. Вот эта же терминология, freshman, sophomore, junior, senior, она распространяется и на 4 года обучения в бакалавриате. То есть так называют первокурсников, второкурсников, третьекурсников и выпускников, да, четверокурсников в бакалавриате. То есть это одинаковые термины для high school и для учебы в бакалавриате. И, как правило, американские дети заканчивают high school и получают при этом среднее образование, или это называется secondary education, то есть у них получается образование второй ступени. Как правило, в старших классах уже все выбирают свои специализации, у всех индивидуальная траектория обучения, все ходят с разными одноклассниками на разные предметы. Опять же, одни предметы изучаются продвинутым способом, другие, так сказать, на каком-то довольно среднем уровне. Каждый уже думает о том, где он будет учиться после школы, уже ориентируется на программы тех университетов, куда собираются поступать, отсюда выбор учителей, отсюда выбор предметов. Предметов в американской школе гораздо меньше, чем в нашей. То есть там, допустим, старшеклассник изучает 5-6 предметов, допустим, да? У нас в школе там старшеклассники изучают 16-17 предметов, да? Вот, видите, что идет такое очень большое распыление у нас, то есть у нас ученик изучает 16-17 предметов, больше половины из них, которым вообще ему не нужны, собственно говоря, уже на уровне старшей школы, собственно говоря. Уже должна начинаться более узкая специализация, на мой взгляд. А в Америке именно так. То есть ученик выбирает нужные предметы. Есть пара обязательных предметов, как правило, это математика, английский язык, а там уже, да, каждый сам выбирает. Если он гуманитарий, он выбирает более изученный гуманитарный предмет. Если, так сказать, человек склонен к естественному, он выбирает естественные математические циклы и так далее, и так далее. И порядка 2-3 выпускников high school поступает в университеты. То есть порядка 65% до 70% в разные годы, это, кстати, вот 65-70% выпускников high school идут в американские университеты и колледжи, в которых в стране свыше 4 тысяч. Ну и мы говорим уже о системе школьного образования, как таковой, которая не имеет, собственно говоря, централизованной структуры. В каждом штате есть свои отличия, свои особенности. Вот есть штаты богатые, есть штаты бедные, есть школы, которые очень хорошо финансируются, где есть богатые спонсоры, есть школы, которые финансируются слабо. Зарплата учителя может в зависимости от этого, так сказать, варьироваться в очень больших пределах, собственно говоря. Ну а если перейти к какой-то определенной школьной статистике, то в США вот каждый день за парты садится примерно 55 миллионов школьников. 55 миллионов школьников идет в школы, садится за парты в 120 тысячах школ. То есть в США 120 тысяч школ, из них 90 тысяч это public schools, это общественные школы, куда идет подавляющее большинство школьников, где-то 86%. Вот еще 12-13% идет в private schools или частные школы, таковых в США около 30 тысяч. Здесь меньше учеников в классе, здесь более квалифицированные преподаватели, но за private schools нужно платить иногда довольно большие деньги. Вот, ну еще один фактор такой, что часть американских детей не учатся в школах вообще. То есть в США это как бы не запрещено, можно проходить обучение дома. Вот, надо сказать, что таковых детей, сколько их в Америке никто не знает, потому что их не учитывают, вот, нет таких систем подсчета, но считают, что их примерно от 1 до 2%, то есть это, ну, до, в общем-то, миллиона человек, собственно говоря, вот, может учиться дома. Вот, во многом это связано с, может быть, с религиозными взглядами их родителей, то есть многим родителям не нравится, что в школах преподают дарвинизм, допустим, и так далее. Вот, и это связано, может быть, с проблемами с здоровьем удовольненного ученика, который вот учится дома, и учителя приходят к нему на дом, то есть он не посещает общую, так сказать, какую-то школу. Вот, и что касается количества учителей, которые преподают в американских школах, вот на 120 тысяч школ здесь преподает 3,5 миллиона школьных учителей. 3 миллиона 100 тысяч из них работают в пабликах, в общественных школах, и 400 тысяч преподает в частных школах. Профессия учителя в США высокооплачиваемая, достаточно престижная. По доверию, которое американцы оказывают представителям разных общественных институтов, профессий, так сказать, учителя в США уступают только врачам. Что касается заработной платы, то средняя зарплата, скажем так, американцев несколько лет назад составляла примерно там 44-45 тысяч долларов в год, а средняя зарплата школьного учителя при этом была порядка 48-49 тысяч долларов в год, то есть где-то на 5-10 процентов, но средняя зарплата учителя выше средней зарплаты по стране. Если говорить в вузовском обучении, то американские профессора в среднем зарабатывают уже по 70-80 тысяч долларов и больше, ну а в престижных вузах типа Стэнфорда там зарплаты могут доходить до 150 тысяч долларов в год и выше. Собственно говоря, то есть профессия учителя в США престижна, высокооплачиваема, но во многом оплата зависит от региона, от того, что это за округ, что это за штат. Это многочисленный, многолюдный штат или малочисленный, сколько детей учатся в школе, в классе, там и так далее, и так далее. Очень много разного рода таких особенностей. Ну, на этом наша лекция закончена. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.